Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Муше высота снега достигла 10 метров. США поддерживают Армению. Джон Болтон. Никол Пашинян находится в Москве. ЮНИСЕФ попросил обеспечить гуманитарный доступ в Сирии. Лидеры арабских племен на севере Сирии выступают против создания турецкой буферной зоны. В Кашатакском районе обнаружена крепость 14-18 веков. Снегопад в некоторых районах Западной Армении продолжается. Высота снега достигла 10 метров в Муше и окрестностях. Из-за снега ряд внутри общинных дорог закрыт. На дорогах метель и гололед. Просьба водителям быть предельно бдительными на дорогах. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 23 января сделал запись в Твиттере о своем телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняным. Вчера, 23 января, я позвонил премьер-министру Армении Пашиняну, чтобы поздравить с его переназначением и поприветствовать армянский народ в связи со свободными и справедливыми выборами. США поддерживают его усилия по обеспечению благополучного будущего Армении, как передает Армен Пресс, написал Болтон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook. Я провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Мы обсудили вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. Господин Болтон и я подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Мы договорились продолжить обсуждение дальнейшего развития наших отношений, написал он, добавив, что карабахский вопрос не обсуждался. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире ЕЭК выступил с речью, представив приоритеты армянского председательства в ЕАЭС. Он зачитал обращение к главам государств членов Евразийского экономического союза и в присутствии членов ЕЭК подписал его. Республика Армения с 1 января 2019 года приняла председательство в органах ЕЭС, Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Председательство Армении приходится на пятилетие подписания договора о ЕЭС. За прошедшие пять лет ЕЭС состоялся в качестве успешного интеграционного объединения и, несмотря на трудности первых лет, в настоящее время показывает убедительные темпы роста взаимной торговли и диверсификации структуры торговых и экономических отношений. Необходимо приложить усилия для развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, которая станет стимулом для роста товарооборота внутри Союза и экспорта товаров на внешние рынки, а также для развития транзитных транспортных коридоров. Важно продолжить развитие торгово-экономического отношения ЕЭС с третьими странами и объединениями, реализация соответствующих соглашений с Ираном и КНР, а по завершении переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией может дать дополнительный импульс в процессе интеграции Союза в мировую экономику. ЮНИСЕФ призывает обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в ДРС Зоре в Идлибе, заявила в интервью РИА Новости директор-исполнитель детского фонда ООН Хенриета Фор. «Любая эскалация насилия ставит под угрозу жизни детей, и это касается всей территории Сирии. Мы озабочены эскалацией насилия в отдельных районах ДРС Зора, а также ситуации в Идлибе, где находится самое большое число перемещенных детей, многие из которых покидали свое место жительства несколько раз. Они живут в перенаселенных лагерях и укрытиях, где нехватка продовольствия, воды и медикаментов», — сказала она. В этой связи ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта обеспечить безопасный, устойчивый и беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций, чтобы они доставили крайне нужную продукцию для детей и семей в этих районах и по всей Сирии. Арабские племена в провинции Хасака провели собрание, в котором приняли участие жители деревни Гермес, расположенный в сельской местности Аль-Камышлы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в данный момент в республике. Участники мероприятия выступили с заявлением, в котором они вновь рассказали о своей поддержке сирийского правительства и сирийской арабской армии. Они осудили угрозы со стороны Турции, направленные против территориальной целостности страны. Заявление отдельно подчеркнули, что старейшины и вожди племен отвергают любую возможность создания буферных зон, поскольку это является нарушением суверенитета Сирии. Следует отметить, что провинция Хасака стала свидетелем многочисленных массовых протестов против турецких угроз, во время которых мирные жители призывали сирийскую правительственную армию установить сирийский флаг по всему региону. Многие из участников прошедшей встречи также выразили желание помочь в восстановлении сирийского государства, которое сильно пострадало от длительных военных действий и многочисленных атак боевиков. Недавно в результате изучения космических снимков проекта Google Earth в южной части села Каратан Кашатакского района в точке слияния рек Варатан и Акари была обнаружена крепость, датируемая XIV-XVIII веками. Сооружение защищено окружностью, максимальная длина внутренней части которой составляет 107 метров, ширина 36, что в общей сложности составляет 3680 квадратных метров, общая длина стен 278 метров. Стены сделаны из серого песчаника среднего размера. Сегодня на поверхности земли можно увидеть только стены фундамента высотой лишь в 1,5-2 метра. Внутренняя территория крепости в основном гладкая и пустая, отметил археолог. Анализы основных на архитектурных деталях и найденной на территории крепости керамики сообщают, что памятник датируется XIV-XVIII веками. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тиграна Амасяна, концерт в Тигранакерте. Амасяна, концерт в Тигранакерте. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует... Продолжение следует...